Зима сезона 2009-2010 заставила многих задуматься и во многом о качестве масла. Хотя масло это не самое главное, когда ваш автомобиль замерзает. Там еще необходимо аккумулятор вовремя поменять, желательно топливный фильтр. Ну и в последнюю очередь, это конечно масло. В смысле масло надо тоже поменять в первую очередь. В последнюю очередь это в процессе заводки. Сначала все тестируется, накачивается бензонасосом давление в топливную систему. Выдается нормальное напряжение на стартер. Кстати, стартер тоже может иногда глюкануть, потому что старые, извините, на некоторых машинах бывают такие проблемы. Ну так вот, мы приехали сюда в шелл-центр не для того, чтобы в очередной раз прорекламировать это замечательное заведение. Да, ну в рекламе уже по сути похоже не нуждается. 10 тысяч клиентов своих есть наработанные. Ну там еще приедут. А мы приехали за грамотной консультацией. Что случается с вашим автомобилем, если у вас залито непонятное масло? Дешевая популярность зарабатывается, наверное, сказками о глобальном потеплении. Наша популярность и популярность шелл-центра заработана десятками тысяч клиентов. Но, тем не менее, никакого глобального потепления нет. Мы видим экстремальную температуру. Что происходит с маслом двигателя и вообще что происходит с автомобилем? Ну, при экстремальных температурах масло, как правило, прям превращается в солидол. Оно вообще густое-густое. Масло-насос-то его прокачать может, но оно с такой силой давит на масляный фильтр, что резинка на масляном фильтре выдавливается и масло вытекает все на пол. То есть, что надо смотреть и как правильно заводить автомобиль? Ну, когда на улице сильно большой минус, его, как правило, капот лучше всего открыть. Машину завели и смотрим, где фильтр, чтобы не было оттуда потеков. Если потеки есть, соответственно, надо сразу машину глушить и ехать в сервис, менять масляный фильтр. Ну, в автомобиле же не только масло в двигателе, в автомобиле масло в коробке передач, в автомобиле масло в раздатках, ну, это про джипы мы говорим, в автомобиле масло в заднем редукторе, это про заднеприводные автомобили, в автомобиле сейчас еще и гидроусилители установлены, в автомобиле сейчас еще и тормозные жидкости. Что с ними-то происходит? Они же вроде другой вязкости Нет, масло густеет в любом случае Тем более, если вот залито, допустим, заводское масло в гидроусилитель руля Там, как правило, льют минеральное Также в мосты, раздатки, коробки льется с завода минеральное масло Соответственно, оно, допустим, при минус 25, оно вообще становится очень-очень густое Рулем ни в коем случае нельзя крутить, когда холодный пуск двигателя Машину обязательно нужно прогреть и рулем там помаленечку пошевелить, чтобы масло маленько разогрелось Также с коробками ехать сразу тоже нельзя Коробку сцепления лучше маленько подержать, пока двигатель прогреется Вот тут потом начинать движение Наивный уральский юноша, 36 лет от роду Думал в Индии пересидеть морозы Ну, первую часть морозов я там пересидел Знаете, так прикольно было выезжать из Уфы На залитом полярном шиловском масле на Форде 91-го года в минус 30 В замечательную колонию бывшую, португальскую, индийскую, Гуа Вот, и потом смс-ками спрашивать Как вам, россияне-то? У нас там плюс 35, здесь минус 35 Ну вот, не все коту масленица и пришлось и мне После нового года Знаете, что делать? Возить с собой два комплекта проводов Ну и, разумеется, трос А, еще меня закопал один товарищ То есть и лопата в том числе В итоге, ну, один только день я не завелся Все остальные дни Сейчас я вам расскажу, как грамотно заводить ваш автомобиль Если он немножко, ну, не хочет заводиться И когда ваш гидроусилитель даже не работает Потому что жидкость гидроусилитель превращается в кисель Да, и когда задний мост не крутится даже на Мерседесе Потому что, ну, извините, минус 38 Это что-то очень сложно Технология очень простая Во-первых, не надо сразу машину в опор рвать Даже если на маслае, на подсаженном аккумуляторе Пускай по маслае, то есть двигатель сматится Тем составом, который находится у вас в картере Состав, конечно, тоже такой своеобразный На солидол похож Вот, ну, дай бог, смазка прошла Затем, потом уже прикурили Лучше двумя комплектами проводов Не спеша Дайте машине постоять 5 минут Чтоб, ну, стабилизировать напряжение В доноре и вашем агрегате Затем уже заводите Если свечки залиты, ну, нажимайте газ, разумеется Некоторые цилиндры проветрятся Избыток бензина вылетит И затем уже, помните, как жучки заводили Только на слух Держите 2000 оборотов Все, двигатель смазан В течение 5 минут вы его прогрели Коллектор впускной и топливную рамку Но не спешите дальше трогаться После того, как вы капитально прогреете автомобиль Необходимо очень-очень плавно начинать движение Потому что смазка в шрусах тоже застыла Ну, соответственно, так же она застыла и тормозная жидкость В тормозных цилиндрах Поэтому не надо экспериментировать 10 минут проехали потихонечку Дальше начинаете машину эксплуатировать Но если вам не надо ехать на дальняк В минус 35 Лучше этого не делать Лучше воспользоваться услугами Министерства путей сообщения Почему мы обратились за комментариями в шелл-центр Ну, это совершенно очевидно Специалисты по замене масла здесь, если и не лучшие То опытнейшие Про оборудование ничего, кроме как лучшие в городе Сказать просто нельзя Так что извини, типа журналистская этика Хотя этика инженера-энергетика металлурга при этом не страдает А раз не страдает То есть специалистов по замене масла мы назовем лучшими Конечно, многие умеют менять и даже ТФ-ку в автоматах Но никто не сделает это за 20 минут Так же, как за такой же промежуток времени Никто не поменяет антифриз Жидкость в гидроусилителе И никто не заменит в одиночку тормозуху И это все вместе с заменой всех фильтров Найдете аналогичный по соотношению Время, цена, качество, сервис? Сомневаюсь Ну, раз мы приехали в шелл-центр Необходимо сказать о том Что вы рекомендуете как специалисты заливать И не без ложной гордости И назвать эти масла? Мы рекомендуем заливать масло шелл Так как оно уже годами проверено Многие производители машины его заливают Взять ту же самую Шкоду, Хундай Они все выходят на шелле Ну и вязкость, конечно, масла немаловажна На зиму лучше, конечно, лить масло вязкости 0,40-0,30 Ну, можно 5,30 залить синтетику Потому что холодные пуски Это масло должно быть качественное Вот смотри В городе Магнитогорске Последнее время продаются новые машины Образца 2008 года Новые автомобили Образца 2008 года Поставляются поставщику Вместе с аккумуляторами И вот они залили даже масло шелл И зимой они заводятся И начинают говорить, что это все проблема масла Так ли это на самом деле? Нет, это, конечно, не так В первую очередь На холодный пуск двигателя Влияет аккумуляторная батарея Так как если аккумулятор чуть разряженный будет Машина не заведется на любом масле А второе уже, конечно, качество масла Поэтому аккумулятор главное Потом уже идет масло как бы Так, а про вот эту непонятную жидкость Которую частенько разливают на заправках Я имею в виду бензин некачественный Ну, бензин некачественный Это совсем другой разговор Как бы Бензин-то, конечно, там тоже все засоряется Даже некоторые приезжают Там у них прям лед в бензобаке плавает Но это уже надо, конечно, пользоваться Размораживающими присадками в топливо Не знаю, как вы, но я ни секунды не пожалел О том, что достаточно вовремя Залил себе шеловские масла Если вы хотите Быть вместе со мной В той компании, которая заводится всегда То шеловские масла заливаются здесь Напротив драмтеатра имени Пушкина АЗС городская центр Шелл-центр, соответственно Вот Если вы выбираете себе другие масла Ну, это ваше право Мы не будем Вам ничего навязывать И тем более Есть такой закон о рекламе Когда нельзя говорить Что это самое лучшее масло Выбирайте другое Не проблема Вот только Имейте в виду Что вязкость зимой Лучше иметь 0 В40 Либо 5 В30 Субтитры создавал DimaTorzok